Привет, друзья! Меня зовут Паша Фишлер, и я рада приветствовать вас на канале ArtFishler. Сегодня мы с вами будем рисовать пейзаж. Я буду перерисовывать свой с вот такого вот холста на бумагу. Вы можете это делать гуашью или акрилом. Сразу скажу, я буду немножко импровизировать, получится по-другому. Ну что, готовы? Поехали! Так, ну что, ребят, сегодня я вам покажу, как я буду из вот такой вот своей работы создавать скетчик. Я ее рисовала в Инстаграме, в прямом эфире, но эфиры не сохраняются надолго, поэтому я хочу сделать полноценное видео о том, как написать такую работу. Я это буду делать без всякой наметочки, без всякого эскиза и там прорисовки. Сразу начнем с красок. Поехали! Сначала я беру голубую. Вам понадобятся на самом деле все самые яркие цвета, которые у вас есть. Я уже закрепила лист, видите, скотчем бумажным, что поможет мне сделать симпатичное оформление в виде рамочки потом, когда я его сниму. Начинаем с неба, прокладываем голубую краску, а затем добавляем снизу белую. И потихоньку их стушевываем вместе по центру при помощи добавления небольшого количества воды. Вот так вот стушевываем. Так как там у нас дальше будут горы, я сильно подробно здесь дальше в небо уходить не буду. На этом остановимся. Далее я беру зеленый цвет и начинаю прописывать все, что у нас есть внизу. Самое главное в этой работе будет показать плановость. То есть передний план и задний план их разграничить друг с другом. Поэтому самые насыщенные и самые яркие цвета, как обычно, у нас ложатся на передний план. Тут вот между, вот здесь вот у нас будет тропинка, но мы ее сделаем потом, поэтому сейчас пока не обращаем на нее внимание. Дальше работаем с задним планом. Потихоньку примешиваем сюда желтый цвет. Возможно, тут у нас будет еще немножечко белого. Чтобы показать, что это уже дальше, да? То есть все, что дальше от переднего плана, оно у нас становится более блеклым, более светлым. Поэтому мы добавляем немного белого. Вот таким вот образом. Далее задний план. Там у нас будут поля луга, поэтому тоже вот таким вот светленьким, желто-зеленым я прокладываю фон дальше. Почти до неба довожу. Далее у нас идет очередь гор. Горы у нас будут чуть более теплого оттенка, чем небо, поэтому я сейчас беру голубой. Смешиваю его с капелькой красного. Ну, то есть это что-то такое вроде фиолетового у меня должно получиться, вот такое. Да, это нужный оттенок, только нужно немного белого. И поехали рисуем горы. А у меня на кисти немножечко осталось зеленцы, и это даже хорошо, потому что у нас же на горах тоже есть зелень, растет какой-то лес, поэтому это даже будет интересно. И вот здесь вот я их солью мягко-плавно между собой. Я уже, кстати, довольно далеко ушла от своего референса, потому что у меня там немножечко другие цвета, и у вас совершенно нет цели сделать прям точную копию. Давайте сейчас я возьму немного белого и на правую сторону положу свет и немного как бы снега, вот так, раз. Там у нас не видно, и здесь. Я провожу вот так вот диагональю линию, и вот в правую сторону немножечко как бы растушевываю. Снег. Так, чуть-чуть таких хаотичных мазков. Ага, хорошо, фон готов. Фон готов, мы едем дальше. Далее мы показываем, давайте сразу сделаем дорожку. Я беру охру, вот такой вот цвет. Выдавливаю себе немного на палитру. И вот тут, даже немного смешаю с белым, не очень насыщенно пока получилось, провожу дорожку, которая будет у нас вот куда-то досюда, до середины зеленого, проходить. Раз. И вот там вот она закончилась, просто вот так вот отпускаем линию. Дальше мы сейчас здесь делаем кустики, которые закроют у нас ее. Я сейчас беру коричневый, такой вот коричневатый цвет и начинаю рисовать пусты. То есть это будет вот такой просто кружок. Но я его делаю таким вот дотрагиваниями, да, как мазочками. И с этой стороны будет такой же кружок. Теперь беру черный, вмешиваю в этот свой коричневый, чтобы он не очень черно. Делаю внизу несколько вот таких мазков, это будет тень. Внизу каждого из них это будет тень. Далее чуть-чуть в этот же цвет добавляю зеленого. Следующий пуст прописываю с левой стороны зеленый. Слишком насыщенно получается для заднего плана. Посмотрите, да, очень темный цвет. Поэтому сейчас я беру белый и вверху ставлю... Во-первых, делаю свет, да, а во-вторых, немножечко этот цвет зеленый загашу. Да, делаю его как бы погашенным. Здесь вот мы посадим с вами кипарисы вертикальными штрихами, тем же цветом. Мы делаем вот такие вот... Так, это слишком светло. Сейчас зеленый еще чуть черный добавлю. Как пламя свечи, да, вот такие вот деревья высокие. Кто знает, как пирамидальный кипарис растет, кто понимает, представляет их в жизни, да, кто не знает, те просто смотрите, как это делаю я. Я вот из Крыма, у нас там очень много таких на южном берегу особенно красивейших кипарисов. Вообще обожаю это растение, обожаю Крым. Так, угу. И давайте еще один фиолетовый кустик сделаем. Голубая краска опять у меня смешивается. С красной. Здесь будет у нас куст вот такой вот сиреневый. Я специально, обратите внимание, не беру никакой кислотный сиреневый, да, потому что цвета прямо из тюбика, они менее красивые. Вот посмотрите, какая уже разница у меня получается, да. Это вот более натуральные цвета здесь. Не такие яркие, да, но смотрятся более реалистично. Далее я хорошо-хорошо мою свою кисть. И сейчас черед домика. Беру белую краску и прорисовываю. Как вот в детстве мы рисовали домик, вот так. Раз, два по форме треугольничек. И дальше у нас идут вниз две палки. Смешно, да, я не знаю. В общем, посмотрите по форме домика. Просто вот такую вот делаем первую сторону лицевую, которая смотрит на нас. Здесь все элементарно. Просто белой краски должно быть много, она должна перекрыть наш зеленый. Дальше я беру фиолетовый, который я использовала для кустика, смешиваю с этим белым. И делаю сторону, которая в тени. Это будет такой прямоугольник, но немножечко растянутый вверх. В перспективе. Кладу эту тень под крышей вот так. Все, супер. И теперь крыша. Крыша у меня будет выполнена вот таким цветом. Он называется жженая сиена. Вы можете взять любой коричневый. Я его прямо себе на кисть. Выдавливаю. Теперь нам нужно соединить вот эти стороны. И вот так вот по направлению крыши раз. Я делаю ножнички. Давайте еще вот с этой стороны тоненько ее покажем. Вот так. Супер. У нас появился домик. Сейчас мы дадим крыше просохнуть, чтобы потом сверху сделать тень и свет. Поехали дальше. Теперь нам нужно прорабатывать детали, касающиеся травы и вот этого всего переднего плана. Ну что, здесь все просто. Мы берем. Во-первых, сначала сделаем светлые вот такие вот травинки. Передний план у нас. Они будут самые тонкие, самые прорисованные. Их будет больше всего. Я делаю небольшой наклон в левую сторону. Очень тонко. Смотрите, техника такая. Беру белой тонкой кисточкой снизу. Ставлю точку. И вверх отпускаю линию резко. Так, 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 так. А, давайте сейчас, знаете, что сделаем? Вот здесь вот на дорожке проложим по этой стороне чуть-чуть тени фиолетовой. Почему тень фиолетовая? Потому что у нас при натуральном свете, солнечном, да, здесь же солнечный свет явно на картине, у нас все тени имеют холодный оттенок. Если вы замечали, на картинах импрессионистов, если не замечали, то посмотрите, всегда тени прям на самом деле насыщенно фиолетового цвета. Сейчас тут еще немножко света положу. Ага. Так, теперь давайте пропишем задний план. Вот у меня есть тут немножко этого зеленого. Я туда добавлю желтого и белого. И на заднем плане посажу, условно, да, посажу в кавычках, вот так вот травинки. Вертикальными мазочками немножечко наляпают травы. И сейчас задача, смотрите, хочу еще немного желтого поживописнее сделать. Сейчас задача наш с вами домик снизу перекрыть травой, чтобы тут не было просто прямой линии, а вот так вот мы немножечко травы на него красиво поставим. Так, хочу немного ярких красок добавить, вот прям желтого туда. Кустики наши перекроем чуть-чуть. Ага. Так, хорошо. Хорошо, уже супер. А теперь нам с вами надо посадить немного цветов. Я меняю кисть на более толстую. Набираю прям разных всяких цветов. И сажаю цветы. Начнем с красных. На переднем плане более яркие мазки. Более крупные, более частые. Но я сажаю цветы немножечко вот так вот, как бы на первом плане, да, в рядок. Тут у нас будут расти маки, например. На заднем плане эти маки будут выглядеть уже вот такими вот просто линиями, да, это как кучки, такие спучковавшиеся, да, просто пятнышки. А на переднем вот они отдельно. Вот так растут. И давайте еще желтые цветы посадим. Я прям свой красный вот так вот на кисти добавила желтый. Видите, как у меня его много? Он прям такими линиями аж расходится. Супер. Мне очень нравится такая техника, когда вот так вот прям кладется краской, куском, мазком. Это как-то... Вот именно у акрила, да, есть такое свойство. У густо это делать. У масла тоже, кстати, есть. Масло мы пока писать не будем. Мне кажется, это наиболее трудно сейчас найти масло. Так, так, так. Угу, супер. На заднем плане чуть-чуть вот так вот я мелко потыкаю. Возле домика. Так, какие-то залезут на дорогу. Угу. Так, хорошо. Цветы посадили. Теперь хочется немножечко еще добавить теней. Делать в домике окна и дверь. Хорошо промойте вашу кисть. Потоньше возьмите, ту, которая была потоньше. И поехали. В зеленый цвет. Я добавляю черный. Кипарисы с левой стороны. У нас тень везде здесь с левой стороны. Я ее прокладываю на кипарисах. Чуть-чуть утеняю кусты. Далее делаю. Черный этот смешиваю немного с коричневым. Делаю дверь. Домика. И вот тут маленькое круглое окошко. Крышу подтеняю черным. И вверх вот такие вот кое-где полоски. Так. Далее зеленым этим темным-темным. Я также на переднем плане. Мы делали свет. Теперь я делаю тень. Можно максимально контрастно. Вообще без белого. Черный смешать просто с зеленым. И нарисовать такие вот травинки еще. И давайте еще на цветах на переднем плане маленькими белыми пятнами покажем свет. Вот они у нас сразу заиграют чуть-чуть. Просто я кое-где чуть-чуть подотрагивалась белым. И на крыше я хочу также показать свет. Вот так вот по направлению досок лежащих. Оп. Немножко на кустике сверху. Поскольку остался белый. И хочется немного тут света. И немного вот здесь хочется отделить домик от травы. Вот так вот тут тоже проложим чуть-чуть тени. Все. Последний штрих. Поправляю форму домика вот здесь. Белой краской. Вертикальную линию. И все. Наша с вами картина готова. Пожалуйста, подпишите. Меня зовут Саша. И это канал ArtFishler. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик. Пальчики вверх. Будете всегда первыми узнавать моих новых видео. Сразу присоединяться, рисовать. Так, аккуратно я сейчас снимаю скотч. И вы увидите, как у меня получилась рамочка. Оп. Спасибо вам большое за внимание. До новых встреч. Присылайте вашу работу. Буду рада дать обратную связь. Продолжение следует...